Отдать собаку в приют навсегда, куда пристроить. Порой в жизни возникают сложные ситуации, когда встает вопрос, куда пристроить собаку. Это может быть связано с временной необходимостью. Человек может отдавать животное в приют, когда уезжает в отпуск. Случается, что питомца нужно отдать навсегда. Можно сдать собаку в приют, или подобрать другие варианты. Отдать собаку в добрые руки – лучший вариант. Многие владельцы домашних животных рекомендуют обращаться не в приюты, а попробовать решить проблему самостоятельно. Другим словами, найти животному новую любящую семью – приют для собаки. Если было принято именно такое решение, вопрос, куда деть собаку, имеет два варианта ответа. Можно попытаться найти животному новый дом у родственников или знакомых. Поискать помощи в социальных сетях. Попросить знакомых о помощи. Куда отдать собаку навсегда? Можно обратиться к родным и знакомым. Однако необходимо понимать, что шансы пристроить домашнего любимца именно так весьма невелики. В большинстве случаев люди не готовы брать на себя ответственность в виде взрослого пса. Обратите внимание, этот способ иногда срабатывает. Некоторые родственники, живущие в деревне, будут рады взять и дворового пса, лишь бы он охранял дом. Социальные сети помогут найти дом животному. Если с домашним псом ситуация обстоит более-менее понятно, то куда отдать бездомную собаку, найденную на улице? В данном случае на помощь придут именно социальные сети. В них уже давно созданы и работают группы, оказывающие помощь бездомным животным. Волонтеры могут забрать собаку на передержку, пролечить ее при необходимости и найти новый дом. Стоит отметить, что тоже касается и домашних псов и котов, которых человек отдает по каким-то веским причинам. Помощь волонтеров. Приюты, куда можно отдать собаку навсегда. Отдать собаку в приют – это нелегкое решение. Тем более, если речь идет не о бездомном найденыша, а о псе, прожившем рядом на протяжении нескольких лет. Существует достаточно много как платных, так и бесплатных приютов. Перед тем, как определяться, куда пристроить собаку навсегда, стоит изучить предложенные варианты. Возможно, среди них найдется наиболее подходящий. Муниципальный приют «Дубовая роща». Указанное заведение существует уже более десяти лет. Оно находится в Москве. Первоначально приют работал по временной схеме, а сейчас – на основе волонтерской программы. Сотрудники за собственные средства покупают корма, необходимые медикаменты и предметы для питомцев. Работники приюта рады помочь людям и взять к себе нового пушистого друга. Обратите внимание, волонтеры рады любой оказываемой помощи. Люди могут связаться с сотрудниками приюта, если сами находятся в поиске домашнего любимца. ГАФ – частный приют в Одинцовском районе. Тем, у кого возник вопрос, куда сдать собаку, следует знать, что существует частный приют. ГАФ – расположенный в Московской области в Г. Одинцово. Создано заведение в 1991 году. На текущий момент в нем содержится порядка 150 животных, за которыми на постоянной основе ухаживает только один человек. Добровольные помощники приезжают несколько раз в неделю. Приют Северного административного округа. Еще одно муниципальное заведение. Работники собирают многочисленных уличных питомцев, лечат и прививают их, а после находят новые семьи. Стоит отметить, что сдать домашнего питомца в данный питомник не получится. Обратите внимание, волонтеры принимают только найденышей. Домашние питомцы не могут быть сданы в данное заведение. Приют Северного административного округа. Ласковый зверь – частный приют для собак. Частный приют расположен в Москве. Существует учреждение за счет волонтерской помощи. Принимаются как уличные звери, так и домашние питомцы, которые по каким-либо причинам не могут содержаться хозяевами. Добровольные помощники заботятся, лечат и ухаживают за питомцами по мере собственных сил и возможностей. Если есть желание взять собачку домой, предлагается приехать и познакомиться с имеющимися питомцами. Важно, на текущий момент планируется снос приюта «Ласковый зверь». По этой причине прием животных не осуществляется. Центр реабилитации диких животных «Счастливый друг». Специальный центр, предназначенный для содержания, реабилитации и адаптации диких животных, а также тех, кто пострадал от деятельности человека. Стоит отметить, что домашние питомцы, от которых решили отказаться хозяева, не принимаются. Оказывается, поддержка и реабилитация бродячим псам, которым необходимо время для адаптации в совместном существовании рядом с человеком. Свою деятельность Центр «Счастливый друг» ведет уже более 10 лет. Благотворительный фонд защиты животных «Ласковый зверь». Данный фонд занимается проблемами животных, находящихся в городе. В первую очередь разговор идет о собаках и кошках, оставшихся без дома и семьи. Люди могут обратиться в питомник, если необходимо пристроить бездомное животное. Сотрудники фонда оказывают медицинскую помощь питомцу. При необходимости животные кастрируются, вакцинируются. Новых хозяев ищут только после того, как собачка или кошечка полностью восстановятся и окрепнут. Приют для бездомных собак «Альма». Благотворительный приют организован в 1998 году. Подобранным села улица собакам и кошкам оказывается необходимая помощь, в том числе и медицинская. На текущий момент в питомнике содержится более 600 животных. Обратите внимание, в приют принимаются только уличные звери. Людей, которые хотят взять питомца к себе, всегда готовы принять с радостью. Кошкин дом. Приют «Кошкин дом» организован сравнительно недавно. Основная деятельность связана с поиском и оказанием помощи питомцам, оставшимся без дома. Волонтеры приносят кошек и собак, ухаживают за ними, возят на лечение и выполняют другую необходимую работу. Материальная и физическая помощь приюту нужна всегда. Понравившееся животное можно забрать домой совершенно бесплатно по договору передачи и ответственном содержании питомца. Обратите внимание, желающие могут просто приезжать в питомник, общаться со зверушками и дарить им свою ласку. Приют для собак Солнцева. Муниципальный приют для бездомных животных, в котором на текущий момент содержится более 1500 зверей. Посетить заведение и познакомиться с жильцами можно со вторника по воскресенье с 10 утра до 4 дня. Адрес – Москва в районе Солнцево в западном административном округе в 5 километрах от МКАД. Банэйко. До определенного момента приют Банэйко считался одним из самых крупных в столице. Однако сейчас за ним закрепилась не самая положительная репутация. Дело в том, что в 2016 году на его территории были обнаружены тела более 300 убитых животных со следами сильного истощения и обезвоживания. Согласно последним данным, отделение данного приюта закрыто не только на территории столицы, но и по всей России. Если где-то все еще существует фирма с подобным наименованием, обращаться в нее не рекомендуется. Муниципальный приют для животных в Кожуайхова. Официальное заведение, занимающееся тем, что дает приют бездомным зверям. Приют постоянно нуждается в помощи добровольцев и тех, кто способен оказать финансовую поддержку. На официальном сайте имеется вся необходимая информация о собаках и кошках, которые рады будут найти нового хозяина. Приют для собак Красная сосна. Еще одно московское заведение. Сюда можно отдавать бездомных питомцев. Перед тем, как принимать решение о возможности взять животное в дом, сотрудники рекомендуют приехать и просто познакомиться со зверем, погулять и поиграть. Приют для животных Эра Милосердия. Официальное заведение, располагающееся по адресу Г. Москва, улица Зорге, владение 21А. Работает на бесплатной основе за счет помощи волонтеров. Муниципальный приют Искра. Питомник, пользующийся популярностью и доверием со стороны пользователей. Животные содержатся в качественных и чистых вольерах, выглядят сытыми и ухоженными. Обратите внимание. Желающие могут стать волонтерами, просто приезжать, чтобы пообщаться со зверями или забрать кого-то домой. Бескудникова, частный приют для собак. Частный собачий питомник, созданный в 2001 году. Опекает потерявшихся брошенных и просто уличных зверей. Работает за счет пожертвований и благотворительности. Приют для животных Дворяне. Благотворительная организация, цель которой оказание помощи зверям, оставшимся на улице. Сформирован в 2015 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Приют для животных Дворяне. За дом. На текущий момент не осуществляет прием бездомных зверей. Тем не менее, неравнодушные граждане могут взять или помочь пристроить одного из 150 имеющихся питомцев. Как выбирать место для передержки? Основные советы по выбору передержки. Лучше сдавать в рекомендованные места, чьими услугами уже приходилось пользоваться знакомым. Рекомендуется составлять письменный двусторонний договор. Перед тем, как отдавать животное, следует убедиться, что человек или организация сможет о нем достойно позаботиться. Хорошо, если есть возможность осмотреть место содержания. Найти новый или временный дом питомцу не так просто. Стоит ответственно подходить к данному вопросу. Ведь если с животным что-то случится, это будет на совести человека.